Добрый день, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Марка 24. Сегодня мы в гостях у Алексея Кирилловича Симонова, президента фонда защиты гласности. Здрасте, Алексей Кириллович! Здрасте! Алексей Кириллович, можно узнать несколько слов о вашем фонде защиты гласности, как он был организован и чем занимается фонд? Фонду 25 лет, он довольно пожилая общественная организация. У нас таких общественных организаций в таком возрасте, разве что профсоюзы, остальные общественные организации, как правило, моложе. Он возник в 1991 году, причем возник, как ни странно, в Союзе кинематографистов, а вовсе не в Союзе журналистов. Союз кинематографистов был возмущен тем, как телевидение освещает события в Риге и Вильнюсе. Это был 1991 год, и Союз объявил бойкот центральному телевидению. Он призвал журналистов центрального телевидения, новостных журналистов, присоединиться к этому бойкоту. Он давал себе отчет, что бойкот означает для них в этот момент явную совершенно потерю работы. Для того, чтобы поддержать их во время, которое они вынуждены потеряют работу, был придуман фонд защиты гласности, который мы тогда же объявили о том, что мы его будем создавать. И мы его стали создавать. Значит, надо сказать, что на следующий день мы обнаружили, что журналисты, работающие на центральном телевидении, к нам не присоединились. Ну, почему-то нас это не остановило, уже идиотическая наша идея, она прорастала, и сама идея, что можно защищать гласность, была очень соблазнительной. Вот так мы стали защищать гласность, постепенно осваивая все премудрости свободы слова и гласности, соотношение этих величин, соотношение этих понятий. Полгода у нас ушло на оформление, на регистрацию и так далее. И в июне 1991 года, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в день создания главлита в Москве. Вот это две даты, в которые возник фонд защиты гласности, он был зарегистрирован. 6 июня мы провели первую пресс-конференцию в Доме кино. Первое время мы существовали в самом Доме кино. Но скинулись тогда, было довольно хорошо со средствами. Творческие союзы, редакции газет. Это же было время совершенно фантастических тиражей и, соответственно, фантастических денег, которые до этого никогда у газет не было. А тут вдруг все стали такие богатые, что тысяч по 30 охотно скинулись. И у нас, в общем, образовалась достаточно большая сумма денег, более 300 тысяч рублей. Когда мы пришли к официальной регистрации и стали защищать гласность. Первое, что мы сделали, мы начали помогать семьям журналистов, которые в это время погибли. Первыми погибли двое ребят из группы Подникса в Риге. Они были застрелены снайперами Андрис Лапинш и Гвидас Звайзны. Начали с латышей, потом в Калуге убили редактора газеты Фролова. Потом поехали в Калугу, потом встречались с Калужи. Короче говоря, гласность началась с похорон. А дальше уже мы стали думать, чем мы занимаемся, что мы делаем. Времени было не так много. 1991 год, до августа было всего два месяца. В август мы уже более-менее понимали, на чьей мы стороне и кто мы есть. Но, с другой стороны, надо отдать должное, что мы, понимая это, всё-таки старались придерживаться определённой толерантности. Когда в 1991 году, сразу после Путча, был указ о закрытии газет, поддержавших Путч, тех не только газет, средств массовой информации, поддержавших Путч, то единственная организация, которая выступила в защиту этих газет, был Фонд защиты гласности. Ещё никто про него не знал, но, может быть, в том числе и благодаря этому о нём начали хотя бы слышать. Я очень благодарен Паше Гусеву, который был редактором «Московского комсомольца», как и сейчас. Впрочем, он тогда напечатал этот наш протест по этому поводу. Потом второй раз пришлось заниматься этим в 1993 году, когда с коммунистами воевали иными способами, куда менее, я бы сказал, менее чётко ориентированными, скажем так, и по территории, и по направлению движения. Ну, например, после 1993 году мы устроили пресс-конференцию для закрытых газет, для закрытых коммунистических газет, при том, что я не разделяю ни позиции этих газет, не разделял их позицию тогда, уж тем более не разделяю её сейчас, но, тем не менее, мы были единственными, кто попытался, во всяком случае, объективизировать процесс. Ну, вот, значит, вот с этого мы начали. Ну, вот так родился фонд защиты гласности, потом… А потом было 25 лет работы, причём самой разной, юридической работы, общественной работы, газетной работы, журнальной работы. Мы устраивали пресс-конференции, мы защищали людей сидящих, мы вытаскивали людей из тюрьмы, мы ещё успели пообщаться, что называется, с беглыми журналистами разных стран, потому что это всё было как раз, когда то азербайджанских журналистов приходилось принимать, прятать, переправлять, то таджикских журналистов приходилось устраивать и каким-то образом легализовать, потому что они десятками приезжали без ничего, потому что бежали в 92-м году из Таджикистана, и практически невозможно было даже их… их даже принять никто не мог. Мы нашли способ их временно прописать и так далее и тому подобное. В общем, короче говоря, мы потихоньку искали своё место в этой жизни. Оказалось, что защищать гласность – это правильная позиция, потому что проблема защиты свободного слова значительно более трудная и противоречивая, потому что защита какого слова? Доброго слова, правильного слова, неправильного слова и так далее. Значит, защита гласности – это защита возможности сказать слово. То есть, на самом деле, свобода слова невозможна без гласности. А гласность возможна без свободы слова. А у меня в связи с этим возникает вопрос. Гласность всё-таки слово такое перестроечное, да? Его в оборот ввел Михаил Сергеевич Горбачёв. Ну, прям. Ну, прям. Это вы, как говорится, по молодости лет. Хорошо бы посмотреть, значит, период нашей первой крестьянской реформы, то есть, 1861-1863-1865 годы, которые просто исполнены этого слова. Потому что гласность – это одно из ключевых понятий, с которыми царские указы. Хорошо, не так. Вернул в оборот. А, это другой разговор. Время вернуло в оборот. Время перестроечное вернуло в оборот это слово. И, как вам кажется, вот сама гласность, которую ввел Горбачёв, вернул в страну, от неё он мог пострадать? Потому что появились письма, которые, например, Нина Андреева, это известное письмо, «Не могу поступить с прессом». Ну, значит, я понял ваш вопрос. Давайте, давайте. Во-первых, он от него страдал. Страдал публично. Вы просто этого не помните по молодости лет. Ну, например, Михаил Сергеевич собрался в первый визит за границу. Первый визит у него был во Францию. И Михаил Сергеевич сделал, как положено в Европе. Он пригласил трёх, а не двух, по-моему, французских журналистов, которые перед отъездом взяли у него интервью. Он ненавидел себя, он ненавидел этих журналистов, он потел. Ему было жарко, потно, душно и противно. Но он терпел, потому что это была гласность, которую он вводил. Потом начались другие игры на телевидении. Мы же с вами свидетелями были замечательных вещей. Мы, например, были свидетели, как Маргарет Тэтчер, приехавшая посмотреть, как её, что называется, ей понравившийся руководитель России, как он тут, значит, управляется. Её тут, значит, решили атаковать тяжёлым артиллерией. Выбрали трёх ведущих журналистов-международников. Володю Симонова, Борю Калягина и Тома Колесниченко. Один представлял газету «Правда», другой представлял литературную газету, а третий представлял АПН. Из них двоих я знаю просто очень хорошо, потому что с одним я учился в школе, а с другим учился в институте. Значит, и тут был обратный эффект. Выяснилось, что наши, которые как бы свободные ребята в своей стране, как их гоняла Маргарет Тэтчер в прямом эфире, деваться некуда. Как она их засовывала, троих загоняла в угол. Это было классно посмотреть. Они вели себя, как Горбачёв с французскими журналистами. При том, что все с большим самоуважением к себе, о чём разговор, так сказать. Это было замечательно смотреть. Вообще, вот эти анекдоты про рождение гласности, они очень трогательные. Они очень смешные, нелепые. И очень хотелось бы их пересмотреть даже. Мне иногда хочется взглянуть на это. Я с Михаилом Сергеевичем потом хорошо познакомился и вспоминал ему это. Ну, Михаил Сергеевич – это не тот человек, который любит признавать свои ошибки. Это, я надеюсь, не надо никому рассказывать. Значит, но он вспомнил эту историю, скажем так, потому что забыть этого нельзя. Это было такое усилие по воспитанию самого себя, оно незабываемо. Да, но, как вам кажется, гласность, она может стоять на пути демократии, на пути прогресса, на пути развития страны? Гласность не может стоять ни на чьем пути, потому что гласность – это возможность свободно сказать то, что ты считаешь правдой. Каждый человек, который имеет право сказать то, что он считает правдой, правда, каждый другой человек имеет право дать ему за это по морде. Это придумал не я, это придумал Самуэль Джонсон, английский философ 17 века. Это 18-1700 у него так и. Значит, это был первый лозунг нашего фонда. Каждый человек имеет право. Я вам должен сказать, что возможность, популярная вещь, которой объясняют, что такое гласность, обычно такая, её пользуют через Ганса Христиана Андерсена, то выкрикнуть из толпы, что это король голый. Там есть удобная штука. Значит, выкрикнуть из толпы, что король голый – это действительно гласность, это возможность озвучить правду о происходящем. Свобода слова – это возможность сказать королю, что он голый, до того, как он вышел на площадь. Не побояться этого. Вот это свобода слова. Как вы понимаете, свобода слова намного трудней уживается с человеческими традициями, вкусами, интересами и так далее, чем гласность. Гласность – вещь, может быть, не всегда удобная, но объективно могуще существовать в человеческом общежитии без проблем для других людей. Исаак Шварц написал такую пьесу «Убить дракона», да? Где по сюжету пьесы… Нет, Шварц написал пьесу «Дракон». «Дракон», прошу прощения. Убить дракона – это уже был фильм Захарова. Да. И по сюжету пьесы дракона убивают, и эти люди говорят, а зачем вы его убили? Нам нужен новый дракон, мы привыкли так жить. И вот представьте, да, вот даже представляете, Советский Союз рухнул, а люди вот такие пораженные советской пропагандой. Им говорят гласность, говорите, что хотите. Они других установок каких-то западных, европейских, о правах человека, они не знают. Они привыкли жить тем менталитетом. И мы даем им свободу слова, да? И пришел, допустим, Егор Тимурич Гайдар, и как-то со всех сторон во время нагласности ругали Егора Тимурича Гайдара все, кому не лень, и пинали этого. Не кажется ли вам, что именно это привело к тому, что мы повернули назад, в другую сторону, в обратную? Во-первых, мне никуда не поворачивали. Егор Тимурич Гайдар пришел как мессия, внутренне считал себя мессией, при этом понимая, что он обреченный, поэтому еще вдвойне мессианство было, поэтому не считал нужным рабзумно рассказать, что он делает. Люди не любят, когда с ними делают то, чего они не знают зачем. Все разумные преобразования Гайдара не были гласными, они не были объяснены, они заведомо были обречены, потому что на самом деле, конечно, мы выросли, когда мы выросли в стране, в которой, между прочим, большевизма в Гайдаре было нисколько, не меньше, чем в тех людях, которые на него писали доносы, рисовали карикатуры и поднимали на считать самые лозунги «Гайдар свинья» и так далее и тому подобное. Нисколько не меньше. В Гайдаре было ровно столько же большевизма, потому что когда-то мы думали, что коммунизм – это пропитавшее нас чувство. Мы коммунизм сбросили, как змея, кожу, спокойно и уверенно, как будто пришел срок, абсолютно не отдавая себе отчета, что большевизм, на котором держался коммунизм, остался в нас ровно в той же мере, в какой он и был до этого. Мы, отбросив коммунизм, остались большевиками, поэтому мы можем читать газету «Правда», поэтому мы можем петь, значит, этот самый Михалковский гимн, гимно, значит, поэтому мы можем, значит, мы вообще, ну, все это можем терпеть, потому что мы на самом деле большевики. И это мы, это я бы про себя говорю, я не говорю про своих соотечественников или коллег, я говорю в том числе про себя, потому что время от времени приходится из себя выжимать этот большевизм, как рабство, как Антон Павлович Чехов учил, что рабство надо выживать по капле, да? Раба из себя по капле надо выжимать. Вот так надо вытравливать из себя большевизм. И это очень надолго. Большевизм, на самом деле, ну, если совсем просто его объяснить, на самом деле наличие двух точек зрения, моя и неправильная, и все. И если каждый живет по принципу большевизма, то есть есть две точки зрения, моя и неправильная, только, вы понимаете, единой точки зрения при этом быть не может. Но наиболее успешна будет та, которая поддержана властью, силой, силовыми структурами и так далее. То есть большевизм – это руководство страной государством, как бы оно ни было переустроено. Не демократическое руководство, а руководство государством. И мы есть государственная автократия. Да, но все-таки гласность, свобода слова в 90-е годы худо-бедно существовала. И уже в 96-м году коммунизм чуть не вернулся назад. Опять не... Опять не... Опять не... Мы не знаем. Вот вы понимаете, какая штука? Значит, я участвовал в этих играх тогда, я с 90-х годов, значит, 20 лет я, слава богу, бросил заниматься, значит, тем, что называется политикой. Прекрасно снимал кино, чувствовал себя совершенно замечательно. Ну, да, как говорится, каждый раз приходилось, каждый сценарий проходить через, там, через худсовет, газеты, там, пробы через худсовет, первый материал через худсовет, начальный материал фильма через худсовет. Вы знаете, что такое худсовет? Ну, слышал. Ну, слышали. Вот, это хорошо. Вот видите, как это... Пока не увидели, вы еще свободный человек. Значит, ну, это все-таки была фигня. На самом деле, все это были такие волдыри небольшие, которые достаточно быстро проходят и остаются только в памяти твоей, как анекдоты. Я могу рассказать анекдоты о том, как я из 20 картин, там, из 17 картин, могу рассказать анекдот про каждую из них, что-нибудь да интересное происходило на уровне сдачи этого материала. Значит, прохождение худсовета или художественного руководства студии. А тем больше я работал на телевидении, и, правда, не все картины там снимал, но большую часть картин снимал на телевидении, и, соответственно, у телевизионного начальства, но самое бестолковое из всех, или самое толковое с точки зрения цензурной. Значит, ну, фиг с ним. Короче говоря, это все простые вещи. Это все простые вещи. Мы проходили... 20 лет я проходил свободным человеком относительно. А потом я стал опять заниматься, ну, как не опять. Это уже не опять было, а потом я пошел... Когда были первые выборы, и выборы от творческих союзов, значит, у каждого из кандидатов был свой уполномоченный представитель. Вот я был уполномоченный представитель Саши Гельмана, который был избран от союза кинематографистов и был депутатом этого самого первого съезда советов. Значит, дальше становилось все хуже и хуже, потому что все... Я достаточно долго привыкал к мысли, что ничто из тех светлых идей, которые мне кажутся разумными для управления страной или для моего участия в управлении страной, они не реализуются. Я не вижу пути их реализации, в том числе через самых прогрессивных, близких, хорошо знакомых мне людей, которые просто в силу сложившихся обстоятельств стоят фильтрами на пути этих идей. Я, например, был кандидатом в министры культуры. Знаете, после чего я перестал быть кандидатом в министры культуры? После того, как я дал интервью, в котором сказал, мне спросили, а что бы вы стали делать, если бы вы стали министром культуры? Я сказал, что исходил бы из точки зрения, что у министерства на культуру нет никаких прав, у министерства есть перед культурой только обязанности. И все. И исчез из этого списка, и мне даже никто больше не позвонил. Хотя то, что я там есть, было написано в нескольких газетах. Поэтому даже самые прогрессивные, самые... Вот мы никак понять не можем. Вот вам наглядный пример. Отцом перестройки или светочем перестройки был Александр Николаевич Яковлев. Да? Правда? Да. Мы даже так по секрету все знали, что самое прогрессивное в том, что говорит Горбачёв, это то, что ему, как говорится, напел или нашептал Александр Николаевич. Тем не менее, Александр Николаевич был глубокий, последовательный антикоммунист. Но Александр Николаевич Яковлев до самой смерти, любимый мною, очень мною уважаемый, нежно мною любимый, был большевик. У него была только точка зрения, моя и неправильная. Он так и не дошёл до мысли, что руководить страной должны процедуры, а не персонажи. Процедура. То есть, это тот процесс, в который, встраивая любую кандидатуру, ты получаешь в конечном счёте более или менее программируемый результат. Потому что главным является не кандидатура, персонаж, а процедура. То есть, процесс, как он это делает. Что он может, что не может. Я разговаривал с Александром Николаевичем, а Александр Николаевич вызвал меня на предмет уговорить меня возглавить Останкина. Был такой момент. Я говорю, Александр Николаевич, голубчик, ну вы же меня выгоните сразу. Я вам сейчас скажу, что я первое сделаю, когда войду в кабинет. И вы сейчас скажете, что я идиот, и меня надо выгнать. То есть, у меня были, как вы видите, абсолютно доверительные с ним отношения. А что бы вы ему сказали тогда? Сейчас скажу. Я войду в кабинет и порежу все эти самые внутренние телефоны. Мне можно будет позвонить по пяти городским телефонам, но наряду со всеми остальными. Он говорит, как его можно? Я говорю, очень просто. Возьму и порежу ножницами. Ну, а если уж очень зазнаюсь, то вызову монтёра. Он говорит, что, дурак, что ли? Я говорю, ну Александр Николаевич, я же вам это же только что сказал. Ну, спецсвязь. Не может быть у телевидения спецсвязи с властью. Не зачем? Как? А зачем? Скажите мне, пожалуйста, я же должен говорить то, что я подумаю по поводу того, что вы делаете. А не то, что вы думаете по поводу того, что я должен делать. Ну, вот так. То есть вы считаете, что власть, даже если она суперлиберальная, супердемократическая, она не должна заниматься пропагандой или смягчим гражданским просвещением? Ради бога. Она ничего не должна навязывать. Она не имеет права навязывать. Она не имеет права пользоваться запрещенными приёмами. У нас вся власть построена на запрещенных приёмах. Она вся поголовно, если рассмотреть внимательно, нарушает те или иные оттенки уголовного кодекса. Я не говорю статьи, но оттенки, скажем так. И все мои попытки привести хотя бы в пределах своей компетенции... Я был председателем первой лицензионной комиссии. Сопредседателем, не скажу. Председателем. У нас было три сопредседателя. Один из них был я. Это была замечательная комиссия. Это была первая попытка понять, что такое лицензирование. Никто же не знал, что это такое. Значит, мы пытались уговорить главные каналы получить лицензию на каналы своего распространения. Возглавляли мои, ну, не скажу приятели, но друзья. Олег Попцов и Егор Яковлев. Первый канал, и российский канал. Не мог им объяснить, зачем им это нужно. Я говорю, ребята, ну, если вы работаете без лицензии, то любой человек должен иметь право работать без лицензии. Или вы все должны работать с лицензией. А что дает нам лицензия? Вас лицензия она не дает. Она рассказывает, где вы ограничены. Где вы вправе, а где вы не вправе. Вот и все. Мы пока не ограничиваем размер вашей лицензии. Мы пока даем в этом смысле карт-бланш. Но представьте себе, что в городе Крыжополе или Семипалатинске маленькая телекомпания подает заявку на вещание по 24-му дециметровому каналу. Сегодня по этому каналу распространяется ваш сигнал. Но у вас нет на этого права. Оно не зарегистрировано, ваше право. Я отдам лицензию, дам Семипалатинской компании. И что вы со мной будете делать? Вы будете кричать. Вот, я их убеждал. Пока Адак добился того, что закрылась эта лицензионная комиссия. Правда, они после этого лицензию все-таки получили. Лицензия, она имеется в виду на лицензии на средства массовой информации, так? Нет. Лицензия должна быть... Что такое лицензия? Это то же самое, что лицензия на добычу угля, добычу нефти. В этом месте, в таком-то количестве, в такое-то время вы имеете право добывать... Это ваше право. Это место с 4 по 26 и до глубины 800 метров. Ваше право вы купили на эту лицензию. Все. И то же самое. Спектр. И частоты. Радиочастоты. Они же тоже ограничены. Ограниченное количество их. Это сейчас стало именинной сердца, потому что стали дециметровые частоты, пустили в распыл, и стала возможность, в принципе, вещать почти что всем. Тогда-то этой возможности вообще не было. Вот что такое было лицензия, и что такое было лицензирование. Это способ, по большому счёту, ограничить самовластие государственных компаний на радиочастотный спектр. А радиочастотный спектр целиком тогда принадлежал... Большая часть его принадлежала военным. А так, часть, которая не принадлежала военным, принадлежала Министерству связи. И между этими огромными владениями мы крутились с этой лицензионной комиссией, но чего-то добивались. Чего-то мы сделали. Первые два... Я горжусь тем, что первые два десятка лицензий независимым телекомпаниям разных городов подписал я лично. Вот таким, как Четвёртый канал в Екатеринбурге, как ТВ-2 в Томске, как НТ-4 в Новосибирске и так далее. Скажите, как сегодня обстоят дела с гласностью в нашей стране? Отвратительно. Отвратительно. У нас существует гласность, как вы видите, я с вами разговариваю, совершенно не стесняя себя ни в выражениях, ни в способах их реализации. Совершенно я очень хорошо себя уверенно в этом смысле чувствую. Значит, более того, я могу выйти на Красную площадь и крикнуть, что Трамп – идиот. Вот как мог, так и до сих пор могу. То есть гласность у нас есть. Дальше возникает вопрос. А что будет, если я перепутаю фамилии? И вот тут у меня возникают вопросы. Так, по крайней мере, за последние несколько лет люди, которые перепутали фамилии при этом анекдоте, рассказывая этот анекдот, надо всё время рассказывать, что, как говорится, мы говорили там, вот ты можешь, а не не можешь. А мы говорили о том, что крикнуть, что Трамп – дурак, это мы можем. На любом, даже выходя в эфир центрального телевидения, это возможно, и некоторые даже выкрикают. Правда, в том случае, если на сегодняшний день существует тенденция, как говорится, в этом смысле мы сейчас немножко легче, потому что сейчас, может быть, не так легко крикнуть на центральном телевидении. Но за пределами центрального телевидения всё равно можно, ничего страшного. Значит, вопрос совсем в другом. Вопрос в том, что мы знаем про своё собственное существование. Мы живём в разных странах. Телевидение в одной стране, мы в другой. Большая часть информации приходит там от телевидения, где с гласностью намного хуже, чем в стране. Потому что самоцензура на телевидении – это огромный, спущенный с цепи, жуткий барбос, хватающий сам себя, как говорят, за все места. Самоцензура – это то, что досталось нам в наследство, и то, от чего мы не избавились. Мы все забыли, когда наступила свобода, мы забыли, что мы… То есть у нас было ощущение, что большая часть населения, включая уж нас самих, была против. Мы были против этой власти, против её постановлений, против её вкусов, против её поступков. Против… Мы были против. Но про себя. Вслух мы об этом старались не говорить. Искусство было придумано таким образом, чтобы сказать что-то так, чтобы это проскочило. Идея фиги в кармане была основной идеей художника. Юрий Петрович Любимов, ставя свои спектакли, имел энное количество фиг, которыми он готов был пожертвовать, и энное количество фиг, которые он фиг бы пожертвовал. Вот, значит… Поэтому всё дальнейшее пробивание спектакля заключалось в том, сколько ему удастся сохранить из того, что он собирается сохранить. Иногда ему удавалось добиться, что он сохранял большую часть того, что сберегал. Значит, и он не очень этим гордился, и вся Москва трепетала от счастья, потому что Любимов пробился со спектаклем. Сегодня никому до этого дела нет. Потому что они просто посчитали очень простую вещь. Люди, ходящие в театр и смотрящие этот один спектакль, даже если они будут играть этот спектакль шесть раз в месяц, и будет полный зал, то это будет 3600 людей, которые это видели. И что? Если этого спектакля не покажут по телевизору, то это количество, которым вполне может любая социология пренебречь. Буквально на днях вчера были озвучены обвинения сотрудникам ФБР в адрес нашего журналиста Владимира Познера. Тот заявил, что Владимир Познер был пропагандистом, агентом КГБ. В принципе, Владимир Владимирович не скрывает о том, что он в советское время работал на иновещание и занимался советской пропагандой. На ваш взгляд, журналисты, которые сегодня занимаются пропагандой, смогут ли они, после того, как придет демократическое правительство, так же, как Владимир Владимирович, покаяться, извиниться, сказать, ну все, ребята, мы были неправы? Ну, значит, Владимир Владимирович сначала стал Познером, а потом уже покаялся. Не наоборот. У него еще было время. Он завоевал новый авторитет, и когда он покаялся, ему это простили. На мой взгляд, это правильно. Потому что, на самом деле, нельзя не простить человеку, что он вообще вырос в другое время. И что он часть этого времени, что он пророс сквозь это время, и время проросло сквозь него. И каким-то образом оно на него влияло. И ничего тут... Тут ничего не придумаешь. Да, конечно. А кем он был? А я кто был? Тоже пропагандист. Я был работал на центральном телевидении, снимал фильмы. Правда, я снимал фильмы. Про Утесову, про Галину Сергеевну Уланову, про Василия Павловича Славьева. Ну, Василий Павлович Славьев Седовой написал почти все патриотические песни, которые там прописаны о войне. Начиная там от солнечной поляночки дугую выгнув бровь, и кончая Соловьи, Соловьи, не тревожьте солдат. Значит, весь патриотизм, на самом деле, наш, опирается на песни Соловьева Седова. Я, не будучи квасным патриотом, снимал про свои любимые песни Соловьева Седова. А я их до сих пор люблю нежно, помню наизусть, пою с удовольствием. И когда, особенно если выпью, то, как говорится, вот сколько не уговаривай, все спою, пока не допою до следующей рюмки. Вот. Поэтому, на самом деле, смешно, это все равно, что вменять в вину моему отцу, что он был коммунистом, встав им в 42-м году в партию. Я очень боюсь Честоплюев. Я боюсь Честоплюев, которые считают, что обычно это люди, которые ничего не сделали. Потому что люди, которые боялись в грязное запачкать руки, они никогда никому не могли помочь. Или, по крайней мере, старались в это не вмешиваться. Очень грязное дело. Да. А что касается тех журналистов, которые сегодня занимаются не журналистикой, а пропагандой? Значит, понимаете, какая штука. Сегодня намного легче обойтись без этого. Тогда без этого просто жить нельзя было. Надо было другую профессию избрать. Это другой разговор. Ну, как говорится, значит, но сегодня без этого можно обойтись. Ну, у нас ведь смешали, специально смешали журналистику и пиар. На многих факультетах сместили факультеты пиара и журналистики. Это же придумать только две абсолютно принципиально разные профессии. Одна профессия, рассказывающая о том, как хороша та организация, в которой я работаю. А вторая, как объективно выглядит эта организация или ее плоды, ее труда на фоне всеобщего безобразия. Ну, согласитесь, что это две принципиально разные и очень трудно совместные проблемы. А обучают их вместе. то есть, на самом деле, мне кажется, что самое вредное, что делает сегодня власть, она подрывает основы самосознания в гражданском обществе. Гражданского общества, по сути дела, по большому счету, нет. Потому что нет механизмов. Я сейчас занимался как раз разборкой своих архивов, они довольно забавные, потому что разные дела, разные годы, разные занятия, да? Значит, значит, я обнаруживаю, что очень очень много вещей, которые за которые мне не стыдно. Ну, если еще тогда я вдруг смотрю, это я? Это я написал. Как это могло быть? Так могло, оказывается. Значит, я не могу сказать, что это я написал по недомыслию. Я обычно мыслю чего-нибудь, когда я что-нибудь пишу. Вот так. Мы с вами заговорили о культуре, и у меня такой вопрос. Культура все-таки в 90-е годы стала свободной, и исчезли все эти худсоветы и прочее. Но сегодня мы все равно с большой любовью вспоминаем то, что было создано в советские годы. От эстрады до кинематографа. И сегодня вот таких бриллиантов их не получается. Почему-то неизвестно. Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Знаете, я думаю, что на самом деле в принципе всякие достижения культуры идут волнами. И значит, у нас было несколько волн талантливых поколений. У нас было поколение военное, которое самое трудное, потому что десяток лет после войны оно не могло реализоваться, оно только начало реализоваться, только начиная с конца сороковых, а вообще начало пятидесятых годов. Вот все Слуцкий, Самойлов, Межеров, Гудзенко и так далее и тому подобное это почти все люди, которые прошли войну, но которые о войне начали писать только тогда, когда Сталин уже, как говорится, на одре был. А лучше уже, когда его садра уже значит, унесли в мавзолей. Значит, ну это было целое огромное поколение включая, оно еще включало тех, кто погиб на войне, тоже замечательных ребят, типа там Майорова, Кульчицкого, Когана и так далее. Значит, потом у нас было поколение шестидесятников, и это было блестящее поколение. Мы привыкли к тройке, значит, или к четверке, значит, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, но тут подходит Акуджава, а дальше выявляются значит, всякие Кушнеры, а дальше появляются всякие Бродские, и это, в общем, это в любом случае поколение ну, пост-шестидесятников, ради бога, но это сегодня в такой продуктивности, и, значит, вот параллельно с этим современник, параллельно с этим Эфрос, параллельно с этим Любимов, параллельно с этим Товстоногов, посмотрите, какое-какое богатство культурное, и это десятилетия в театре, и в поэзии это продержалось достаточно долго, а дальше хауза, я думаю, что ведь для того, чтобы ведь очень интересная одна деталь, казалось, что наступила свобода, и, наконец, вывернут запасники, и что оказалось в запасниках? Что там оказалось? Оказалось, что там практически ничего нет, кроме похищенного ГБшниками Романа Гроссмана, да, который там достали из, скажем так, через противозаконные действия друзей Гроссмана, скажем, благодаря чему он сохранился, потому что экземпляры, которые конфисковали у Гроссмана, они и погибли. Значит, я разговаривал с одним из лучших писателей, военных писателей, ну вот, валенного поколения, по большому счету, но проявившегося, конечно, в 50-е годы, это, значит, Астафьев. Я был у него в Овсянке за несколько лет до его смерти, он был еще в полном порядке, еще Мария Степановна была жива. он мне сказал, вот меня пытаются втащить в эти игрища, но я ведь кто был, пока они все вот были у власти? Я был литератор, потому что я что делал? Я писал то, что надеялся напечатать. А теперь я кто? Писатель. Я пишу то, что хочу. Благодаря этому он написал тот страшный роман, который написал «И проклятые убиты». Я не могу ответить на ваш вопрос по большому счету, потому что я думаю, что несвобода в известной степени плодотворнее свободы. в принципе ну странно, если ты тренируешься в беге с барьерами, то как бы ты хорошо не бегал в стометровку, это все-таки не дает тебе твердой надежды победить всех твоих остальных, когда будут поставлены барьеры. Поэтому значит а искусство это бег с барьерами. Это в обязательном порядке так. Поэтому не могу вам ответить на этот вопрос на самом деле. Хотя думаю, что то, что я вам сказал, это довольно близко возможно к истине. Хотя кто? Месяц назад я брал интервью у Евгения Григорьевича Ясина в кабинете везде стоят вороны и он считает ворону мудрым животным. А в вашем кабинете кругом стоят черепахи. Что для вас черепаха? Ну значит во-первых черепаха это символ нашего фонда. гласность это черепаха движущаяся или ползущая к свободе слова. Черепаха потому что у черепахи нет заднего хода. Она куда как нетороплива. Но она не ползет назад. Что существенно. Это а кроме того это совершенно замечательное на мой взгляд прелестное животное. Которое очень элегантное особенно в изображениях. Потому что в живых образцах оно не так интересно и не так весело. При этом изумляет человеческая изобретательность. И я очень счастлив что занимаясь этим уже примерно 15 лет я уже достиг по-моему состояния музея. Но никто мне до сих пор не предложил завести этого музея. И это большое огорчение. Приехала какая-то группа рассказали что они снимают всякие вот наши увлечения. И в частности сняли мое увлечение черепахами. Сделали очень симпатичный 15-минутный фильм. Но к музею меня это не продвинуло. Музею я бы это отдал. Потому что я не могу сказать что я от них устал. Когда мне дарят очередную черепаху если у меня еще ее нет что нечасто бывает я бываю совершенно счастлив потому что это человеческое искусство изобретательность человеческая ну вы посмотрите например на эту черепаху длинную это же покажу зритель покажите 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 она чистенькая она недавно ну скажите кто это модель модель совершенно точно вот это черепаха модель вот степень длинной элегантности это просто просто чудо на самом деле какие замечательные ребята эти самые черепахи у вас все таки больше оптимизм или пессимизм по отношению гласности в нашей стране вы с дедом разговаривали с Евгением Григорьевичем я его очень люблю он он между прочим оптимистом да значит хотя количество ударов которые он получил от этой жизни оно уже выходит за пределы божественной справедливости я не знаю значит за что ему такое он очень хороший славный старик так я скажу так я по природе оптимист а по вере пессимист понятно что бы вы порекомендовали пожелали начинающим молодым журналистам какими принципами должен руководствовать современный журналист один единственный принцип больше никаких других принципов не надо не врать один единственный не врать дальше захочешь быть хорошим журналистом будешь учиться писать но не врать надо с самого начала это должно быть здесь не врать все знаете как трудно это на самом деле очень трудно но надо спасибо Алексей Кириллович было очень интересно всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok